Спасибо большое и спасибо за заинтересованность в том, что наша консультация должна быть для духа и вообще. И, конечно, я ожидаю, что вас тоже интересует, как мы работаем и будем работать в регионах. Значит, как это произошло, что есть эта мысль, когда в Крым, в Восточной Украине в прошлом году были это очень ужасные мероприятия. Тогда начиная консультация между Украиной и Евросоюзом, каким образом мы можем добавить к тому, чтобы укрепить порядок, публичный порядок и безопасность людей в Украине. По власти Украины великое желание и в конце решения 28 стран, членов Евросоюза, такая, что мы создаем такую миссию, которая может советовать ваше правительство, вашего президента и ваш парламент о том, как среформировать ваши институты, чтобы обойти в будущем этих событий, тоже, чтобы реорганизировать правоохранительные органы, прокуратуру и судебную систему так, чтобы это более ответственно европейским стандартам. Что я имею в виду под европейскими стандартами? Прежде всего, лояльность к праву, как ваш господин сказал, веровольство права в Евросоюзе. Есть очень важный принцип. Веровольство права – это не то же самое, как веровольство права. Те, которые имеют власть, или те, которые созданы, те, которые имеют много денег. Поэтому это очень важный принцип. Более подробная, подробная наявность и гордость того, что люди в этих институтах работают за страну и за гражданин этой страны – есть очень важный принцип. Поэтому и вообще у нас тоже очень большая концентрация на то, каким образом можно сокращать коррупцию этих органов. И это тоже влияет очень отрицательно на способности этих организаций делать функциональные работы. по тому, что они занимаются гораздо больше, чем много, сначала с обычным побогатением, чем, чтобы здесь люди служили. И да, человека, как вам известно, очень важна во всех странах Евросоюза и во всех организациях этого типа Евросоюза. И в июле в прошлом году было решение о том, что будет это, если в последнее время повстало, создалось. И, в принципе, наши члены Евросоюза дали нам указ, что будет концентрирование на стратегические вопросы этих реформ. С другой стороны, стало более-более очевидно всем, что есть стратегическое в этом, это не простая вещь, потому что хороший локальный проект, который потом распределяется. Например, киевские патроны, киевская патронная полиция. Это может быть очень стратегическая, хотя начинается где-то тоже мы занимаемся очень эффективно. Санверский моделл сельской станции тоже имеет очень важную информацию. И в этом числе члены Евросоюза попросили, чтобы мы более активно были сейчас в регионах и старались понимать связь между центральными реформами и региональными потребностями, перспективами и региональной реализацией этих реформ. И в первой фазе, в августе, наши коллеги в Харькове работают с вашими правоохранительными организациями. Хотят понимать эту связь тоже и на примере Харькова. Я приехал на два дня. Я очень рад быть в Харькове. Я должен сказать, я очень уважаю историю этого очень важного города, в котором граждане очень гадятся из-за того, что они харьковчане. Харьков был тоже очень важным пунктом конфронтации весной 2014 года. И поэтому мне очень важно, чтобы здесь эти органы работали очень функционально. И те все ценности, о которых я говорил, были бы адаптированы тоже здесь. У меня была очень хорошая встреча вчера с губернатором. С ним были тоже все эти организации, репрезентированные в Харьковском области. Милиция, пограничники, прокуратура на самом высоком уровне. И сегодня мы продолжаем разговаривать с ними. Потому что одна, что мои технические коллеги хотят понимать потребности реформ здесь и реализации реформ. С другой стороны, я хотел бы тоже понимать, каким образом мы уже перед закончением стратегической оценки, мы можем помогать вам и можем работать. Когда я говорю о помощи, я думаю именно следующее. У нас хорошие эксперты из всех членов Евросоюза и дополнительно из Канады и Норвегии. Много людей и из Украины хорошие эксперты, совместно 150 людей. Но мы тоже очень уважаем сложность ситуации в Украине вообще, а в Харьковской области особенно. Мы понимаем, как близко и к конфликту, и к границе страны, которые не желают хорошо вам. Поэтому, конечно, мы понимаем, что все реформы должны адаптироваться к условиям. И мы тоже должны глубоко понимать этот контекст. И это можно только делать вместе и в хорошем диалоге с вашими институтами и с вашим гражданским обществом. Потому что Харьков – это уже очень сильное, очень качественное гражданское общество. И, как вы знаете, в демократических странах Евросоюза очень хороший пример постоянного сотрудничества гражданского общества с правоохранительными органами и юстицией. Поэтому мы тоже хотим и понимать, как у вас эта ситуация, и помогать в том, чтобы этот связь между властью и обществом был наиболее качественным и позитивным. Вот, я тут хотел вам рассказать, как вначале я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, вопросы? Тогда продолжим. Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, что европейцы не любят четкие сроки и рамки. Можете ли вы уже оценить, насколько затянется реформа и вот эти вот процессы? То, что мы считаем, что действительно после Майдана реформа начиналась медленно. Можно прямо сказать, что можно было бы быстро начинать это желание общества. И, конечно, были очень многие условия этого всего, но то, что есть позитивное, то, что и в Министерстве внутренних дел, законодавства, в котором мы участвовали по поводу закона национальной полиции и в прокуратуре. Это очень важно, чтобы в юстиции изменения, конституционные изменения были хорошие, чтобы независимость суда и независимость прокуратуры была достигнута. Поэтому очень важно тоже, чтобы децентрализация и все эти реформы были гармонизированы. Работа начинала во всех этих площадках и хочется, чтобы координация этих реформ была еще лучше. и в органах исполнительной власти. И что вы сейчас, по первых позитивных примерах, эта реформа ускорилась. Конечно, мы понимаем опять, что очень много внимания правительству, исполнительная власть, президент обратят на конфликт, опять, который сейчас, к сожалению, интенсифицируется и провокации, с другой стороны, очень увеличивались в последнее время. Это не хорошо, но, с другой стороны, именно за то, что есть эти внешние вызовы, потому что, конечно, этот конфликт, внутренний конфликт, там внешние факторы очень сильные, решающие, но даже в этой ситуации, именно в этой ситуации, очень важно, чтобы ваши органы были более жизнеспособными, более функциональными, более менее коррумпированные. то данные, то, что мы получаем из зоны АТО, тоже показывают, что там нет меньше коррупции, есть впечатление, что больше, поэтому все эти реформы надо делать даже в ситуации этого конфликта. Примерно сколько? Ну, реализации все надежды этого закона, национальной полиции, реорганизировать их и реорганизировать прокуратуру. Вообще, тоже, конечно, есть так, что в Украине тоже есть экономический кризис и кризис этих всех органов, о которых мы разговаривали. Поэтому важно тоже, чтобы эти органы были меньше, и регуляция была гораздо меньше в Украине, гораздо много, слишком много регуляций, и все, но большинство этих регуляций, это служат не публично, но служат партикулально интересно, чтобы можно было еще больше денег нелегально взять от бизнеса и от гражданства. Поэтому надо тоже сокращать государственную сферу и дать больше возможности и бизнесам, и людям организовать себя и вообще жить. А тогда вы представляете? А вы представляетеur Евгения Романова, Роматика Кримпинина. Конечно. А вы представляете? Ну, скажи. Ставится сайт, я слушаю ещё и начну. Есть ли у вас планы работы с государственными объединениями? А я сказал уже вам, что мы очень сердценно работаем тоже с гражданским обществом вместе. В Киеве здесь... И в том числе организации. Да. И, конечно, если есть желание, я огромное спасибо передам вашим координатам, нашим ребятам. Потому что если бы я... Да, есть вопросы? Господин Бежеев, скажите, пожалуйста, о ваших совместных проектах, которые уже были импрементированы в Украине, благодаря миссиям. Как саммирские проекты, допустим? Да, ну в Самире реализировали с государственными органами организацию полицейской станции. В отделении милиции. В отделении милиции, да, это еще не было. И работали там с органами. В результате этого ответ этих органов на звонки, на желания гражданин огромно ускорилось. Сейчас в городе 5 минут средние после автодиа менеджмента. После обращения граждан в органы правопорядка? И в сельских пунктах 16 минут. Поэтому это очень важно. И поэтому тоже люди обратятся сейчас. Это есть статистика, объективная статистика. Гораздо больше к лицам, чем раньше. И тоже в результате реорганизации больше людей занимаются действительно полицейской работой. И меньше бюрократии. Сократилась как бы хирургия милиции. И видя этот успех, министр оборудовал указ, чтобы расширить этот эксперимент тоже в Вовской области. Сильно, но тоже в других областях. Между ними в Харкове. Именно сегодня начинается эксперимент. Как это зовут район? Новая область. Новая область. Новая область. И поэтому мы очень надеемся, что из этого уже осенью общей конкурсии можно взять и апортировать этот эксперимент на целую сферу полицейских стейчинских отделений. И конечно есть, там тоже удалось поднимать зарплаты, как вы знаете, в киевском патрульном модели тоже удалось поднимать зарплаты. Патрульная полиция тоже будет адаптирована в Харкове. Очень важно, чтобы люди, которые работают в этих институтах, получили достойную зарплату. И вообще рычаги работы были такие, чтобы они малились, что если что-то не так делают, то могут потерять работу. И гордиться с того, что я именно полиция, я служу мое общество, мою громаду в Харкове и в других населенных пунктах, городах и селах. Это очень и очень важно, чтобы мы дошли к тому, и именно этот процесс начинается. Глеб Тимошенко, Харковский кризисный инфоцентр. Сейчас возрастной ценз для принятия силовой структуры ограничен 35 годами. Много очень демобилизованных военнослужащих, которые возвращаются из зоны АТО и имеют бесценный опыт, силовой опыт, пытаются устроиться на работу и хотят устроиться на работу силовой структуры СБУ, МВД. Их не берут просто из-за возрастного ценза. Хотя они... Из чего? Из-за возраста. 35. А, да, да. Они старше, все в МВД, старше обычно 30-45. Можно ли как-то увеличить этот возрастной ценз, чтобы люди привели свои знания? А в этом новом законе уже есть под МВД на 55 лет. На 55 лет? Да, я думаю, что так. И это, конечно, необходимо, чтобы молодые люди не шли на пенсию. Даже... Тем более не могут это сделать. И вы абсолютно правы, что это очень важная политическая и гуманная задача правительства и региональных правительств, чтобы те, которые возвращаются из АТО, они получили достойную перспективу жизни, могли бы использовать их экспертизу. А в многих случаях, к сожалению, тоже, чтобы они получили психологическую помощь, потому что там условия, конечно, ужасные. И разные люди по-разному реагируют. И надо им помогать с деньгами, с карьерной перспективой. И вообще показать, что общество, особенно государство, уважает их. Там надо работать гораздо больше. И надо тоже приготовить такие проекты, которые, возможно, международные организации и разные страны, между иными членами Евросоюза, которые являются наиболее богатыми странами в мире, могли бы их помочь соединять. Спасибо. Алина Шукат, я здесь не пациент. Сейчас реформы направлены в основном на то, чтобы искоренить коррупцию в северных структурах. Хотелось бы узнать, какие гарантии того, что после того, как на другом штат, коррупция не возродится, помимо высокой заработной платы, есть ли еще какие-то гарантии? Конечно, в жизни гарантии на ничего нет. Надо работать, надо этим работать. Есть сейчас этот маленький или, возможно, не так маленький позитивный момент, в котором что-то позитивное начиналось. В Киеве это очень видно, что то-то и что-то другое. И надо работать над расширением этой экспертизы. Я знаю, что Министерство очень жестко следует, чтобы эти люди действительно так себя вели, как надо. Надо разработать тоже в Министерстве, мы работаем с вашим Министерством внутренних дел, Этический код, кодекс и нормы ведения себя. И это одна вещь, что надо это разработать, а вторая, что потом надо это использовать. Очень много есть перед нами, работа начиналась. Я не могу тоже сказать, что все будет сразу всегда перфектно. Могут быть ошибки по дороге, но надо это сделать. Зарплаты очень важны, чтобы у людей были возможности. Сейчас у людей почти нет возможности честно жить. А в помежду ситуациях, когда есть возможности, нет возможности, разница есть огромная. Даже если я зарабатываю очень много денег, нет гарантий, что я не буду еще украсть от других, но возможности есть. И там есть огромная разница. Помните, в той ситуации, когда судья зарабатывает 6 тысяч, или прокуратура зарабатывает 4 тысяч, и нет у него денег на машину, на бензину, на бумагу, на офисоплаз. Офисные принадлежности. По городу. Офисные принадлежности, на констабаду. Да. Потому что если такого нет, тогда этот прокурор возьмет эти вещи от бизнеса. Но этой связи нельзя иметь по международным бизнесом. Потому что тогда будет зависимость такая, которую нельзя иметь. Надо иметь ситуацию в прокуроре, когда он независимый, зарабатывает хорошо, и есть очень хорошее профессиональное приготовление. Ничего этого пока не надо начать. Но, к сожалению, в Украине, сравнивая со странами, как Польша, тоже моя страна, в начале независимой жизни. Но этих реформ не внедрил. И это очень-очень сильная коррупционная система накладалась на нереформированные советские институты. И результат есть такой. Какой? Можно это изменить. Есть хорошие примеры. Между ними грузинские примеры есть хорошие. Там удалось много достичь. И надо работать, и когда есть ошибки, надо коррекцию сделать. Работа вместе с американами, с нами, с европейцами, это тоже есть. Хотя не полная гарантия, но все-таки то, что от нас можно научиться, как иначе можно руководить страной, с городом и так далее. Потому что, если нет хорошего примера, тогда тоже нет надежды на те люди, которые студировали в европейских вузах и вернулись. Я вижу в Киеве, я абсолютно уверен, что у вас тоже так есть в Харькове. Эти люди хотят иначе. И это желание, что можно чисто это работать, можно без коррупции, можно без страха связываться с этими органами. Это именно гарантия успеха. Есть еще вопросы? Да. Да, пожалуйста. Конституционная миссия увеличивает конференцию с регионами в Украине. Мы не могли вам об этом сказать побольше. И в том числе по поводу реформирования сферы прокуратуры. Мы работаем с прокуратурой и следующий большой шаг, как вы знаете, это реорганизация в локальных офисах прокуратуры. Будет конкурс в конце августа. Там мы тоже наблюдаем. Мы тоже участвовали в приготовлении этих тестов, которые хорошие тесты. Для прокуроров, да? Для прокуроров. Для административных, для локальных прокуратур и их сотрудников. И поэтому мы надеемся, что там есть тоже новый закон по прокуратуре, который тоже дает возможность реализовать прокуратуру. Конечно, как известно, тоже из СМИ в прокуратуре не все хотят реформировать. И это очень важно, чтобы эта внутренняя борьба закончилась таким образом, чтобы действительно все работали за реформу. Потому что это ключевая вещь для украинских институтов, прокуратура должна работать и с полицейскими, и с судьями. И надо сказать, что для безвизового режима Евросоюза этот вопрос очень ключевой. Поэтому я надеюсь, что все понимают и определенные шаги и меры будут сделаны, чтобы эта реформа могла продолжать очень сильно и эффективно. Можно сказать, что в определенной мере часть вашего отношения с Евросоюзом зависит от того, чтобы реформа прокуратуры была проражена. Но, опять же, это один из важнейших пунктов условий для безвизового режима в Украине. Кризисный институт центр, скажите, пожалуйста, зарплата полицейского в Киеве, нового полицейского, сейчас от 8 до 10 тысяч гривен. Зарплата солдата, который я на передовой, от 5 до 6 тысяч гривен. Риск несоизмерен. Есть ли какие-то изменения? Солдата. Солдата в Антон. Солдата в Антон. Есть ли какие-то перспективы изменения? У меня нет ответственности за американскую сферу, поэтому я не хотел об этом глубоко говорить. Во-первых, то, что я сказал, что, конечно, в этой критической ситуации надеюсь, что общество и правительство с огромным уважением относятся к тем, которые воюют за независимость страны и за ненарушимость ее границ. Поэтому, если этот принцип будет следователем, тогда будет и ответ на Ваш вопрос. Конечно, тоже надо знать, что страна в трудной экономической ситуации. У меня в дополнение к тому вопросу, который Людмила задала, почему акценты сделаны на городах таких, как Волынская область, Одесская, Днепропетровская и Харьковская? Из каких соображений выбраны эти места Украины? Куда Вы посылаете своих сотрудников? И, кстати, в Воле, Вы уже сказали, и в Луцке тоже есть наши ребята. Мы хотели иметь репрезентативные образы. Запад, восток, юб и, конечно, стартся. Чтобы понять, Украина есть большая страна. Я вчера сказал губернатору, что я ездил вместе из Киева до Харькова. Это длиннейший путь, который ты можешь сделать в моей стране вообще. И он говорил о разнице между большой областной столицей, как Харьков и меньшей, как Полтава. Полтава была в моей стране вторая, самая большая страна, самый большой город. Есть тоже один очень важный пункт здесь. Есть что-то, что я называю парадоксом централизации. На бумагах Украина очень централизованная страна, все решается через очень деталичные законы, и все надо решить в столице. Но это иллюзия, потому что практически очень часто коррупционные процессы дают масло этой машине. И это тоже означает, что условия в разных городах, в больших городах, в разных областях могут быть очень-очень по-разному. И это надо понимать и адаптировать и законодательству, и реализацию реформ, исполнение реформ к реальным условиям. Даже в Брюсселе некоторые думают, что реформа это означает писать законы. Почему? Потому что у нас в стране есть веру военство права. Как пишет закон, так будет. А в Украине этого еще нет. Пишет закон, а практика идет по-своему. Надо понимать, как реформировать, чтобы практически были реформы, а не только бумаги. Если можно, в дополнение, Харьков находится недалеко от зоны АТО, при фронтовой город. Можно ли рассчитывать на то, что и на этих территориях будет внедрена реформа? Потому что там тоже есть города, там живут люди. В Луганской и Донецкой области. Ситуация у нас есть такая, что мы хотим помогать в этом. Нет на это решения. Есть разные пункты. Конечно, страны Евросоюза очень уважают безопасность своих гражданин, которые работают в Миссии. Это один пункт. Второй пункт тоже есть, какие будут желания вашего правительства. И этот диалог может определить, каким образом мы помогаем в разных частях Украины. В следующих двух-трех месяцах это будет очень понятно для нас и для вашего правительства. Если нет, можно я задам очень щепетильный последний вопрос нашей пресс-конференции? Потому что у нас непростая война, она информационная, и очень много агентов российских работают именно в правоохранительных органах. И, допустим, когда происходили события в Луганске и в Донецке, то правоохранительные структуры были полностью деморализованы. Ну, в общем, очень высокий уровень деморализации. Чувствуется ли вот это сопротивление или внешнее влияние при вашей работе? То, что я могу сказать вам, что кадровая политика в местах внутренних дел, в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре. Которые у вас практически не сформализированы. Имеешь впечатление, что все зависит от твоего личного отношения, от того человека, который тебя возьмет. Видимо, что тоже существует пример того, чтобы люди купили свои позиции. Поэтому и потом получили деньги из нелоганных активностей. Поэтому в такой ситуации, конечно, все возможно. Поэтому очень важно, чтобы в этих институтах они внедрили профессиональную кадровую политику, адаптированную на ту ситуацию. И между ними, конечно, на изучение тоже лояльности, профессиональность, но тоже лояльность этих кадров. И мы работаем с вашими министерствами и с прокуратурой над этим тоже. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на неудобные вопросы. Спасибо за очень хорошие вопросы. Легкости сотрудничества. По художеству не было ничего. К сожалению, нет. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok